Здравствуйте! С вами программа «Будем здоровы» и я Наталья Войтюх. Спайс с английского языка переводится как «пряность» или «специя». Никакой негативной ассоциации, не так ли? Даже наоборот. Но на самом деле под этим вкусным и ароматным названием кроется убийственная сила с тошнотворным запахом смерти. И эта сила уже забрала десятки, а может и сотни тысяч молодых жизней. Если же кому-то удалось противостоять, то цена оказалась слишком высокой. Полная зависимость, необратимые нарушения здоровья и деградация личности. Причем с каждой принятой дозой последствия усиливаются и человек превращается в овощ. Казалось бы, о спайсах сказано немало. Тем не менее, их продолжают активно употреблять. Спайс – это один из брендов синтетических курительных смесей, поступающих в продажу в виде травы с добавлением химических веществ, энтеогенов и синтетического каннабиса, который в 5-6 раз сильнее и вреднее натурального. Наркотический эффект от него наступает практически мгновенно, однако менее продолжительен по времени. В социальных сетях и на сайтах общего доступа злоумышленники активно убеждают молодых людей, что волшебная смесь снимает усталость и подарит незабываемое удовольствие. На деле же наркотик наносит непоправимый вред в нервной, психической и сердечно-сосудистой системе организма. Есть три степени отравления этими препаратами – легкая, средняя и тяжелая. Легкая степень, в принципе, может проявляться и бессимптомно. И те люди, которые употребляли уже раньше эти препараты, у них есть зависимость. И поэтому то действие, которое они получают в результате курения этих смесей, может у вновь или впервые попробовавших иметь совершенно противоположный эффект. Это может быть беспричинный смех, сменяющийся агрессией, возникновение галлюцинации, неадекватность поведения. И такие люди требуют немедленной госпитализации в реанимационные стационары города. Несколько часов под кайфом, если не убьют, то существенно изменят дальнейшую жизнь и не только в плане здоровья. Спайс, да и другие наркотики негативно отражаются на учебе и карьере. Тем не менее, статистика в текущем году демонстрирует более оптимистичную картину, чем в предыдущем. Если год назад через брестские стационары проходило более сотни человек, впервые или вторично употреблявших наркотик, то за первое полугодие 2016-го счет идет уже на десятки. Дел по борьбе с незаконным распространением и оборотом наркотических и психотропных препаратов расследуют каждый случай поступления пациента с отравлением спайса. И прослеживается цепочка от распространителя, перекупщика до потребителя. В последнее время эта система работает очень хорошо, потому что лиц с употреблением спайса стало намного меньше, чем в прошлые годы. Возможно, это связано и с ужесточением уголовной ответственности за распространение курительных смесей спайсов. Эффект употребления спайса часто напоминает эффект употребления ноши. При закрытых глазах человек видит различные яркие образы, слышит звуки и речь, теряет связь с реальностью, перестает ощущать собственное тело. Нередки случаи полной потери сознания. Также наркоман совершает неосознанные действия. Ну а после всего этого наступает амнезия. Человек не может вспомнить, что он делал и что в это время происходило вокруг. Если человек принимает наркотик относительно редко и в небольших дозах, узнать об этом бывает довольно сложно. Это можно сделать, либо обнаружив у него саму смесь, либо после проведения специальных анализов. Но в это время уже формируется физическая зависимость, нарушается мышление. Длительный перерыв между приемами вызывает ломку с тяжелыми последствиями. Сильная тошнота, рвота, бессонница и отсутствие аппетита. Большое влияние и помощь нам могут оказать родители и близкие этих людей, потому что перепады в психической сфере, перепады настроения, агрессия, сменяющаяся плаксивостью и раскаянием, нарушение сна. Все это может насторожить родителей и помочь нам вовремя оказать помощь и выдернуть этого молодого человека из этой опасности. Чтобы освободиться от зависимости, человек должен пережить так называемую ломку и пройти полное очищение организма от вредных химических веществ. Зачастую без лечения, стационарных условиях и помощи психиатра-нарколога не обойтись. Но, как известно, лучший курс лечения – тот, к которому не пришлось прибегнуть. К сожалению, наркотики детям могут предложить как в виртуальной жизни, так и в реальной. А вот смогут ли они сказать твердое «нет» во многом зависит именно от родителей. В решении молодого человека попробовать спайс или другой наркотик большую роль играет его окружение. Особенно внимательными должны быть родные и близкие. Порой именно безразличие, непонимание, осуждение толкают человека на поиски новых ощущений и вызывают желание уйти от реальности. Однако не исключено, что даже самые любящие родители могут не заметить каких-либо изменений в поведении детей. Продолжаем программу и поговорим о том, насколько важно приучать детей к соблюдению правил гигиены полости рта. Чем раньше родители обращаются к стоматологу со своим малышом, тем больше шансов избежать неприятностей с зубами, утверждают профессионалы. Кариес, стоматит, периодонтит – эти самые распространенные заболевания полости рта у маленьких пациентов могут возникнуть совершенно неожиданно и в любом возрасте. Многие родители считают, что лечить молочные зубы бессмысленно, так как они выпадут, а коренные вырастут здоровыми. Это не так, предупреждают стоматологи. Если больной молочный зуб выпал, на его месте появится уже пораженный новый зуб. Причина – инфекция в организме, которая оказывает влияние на состояние полости рта маленького пациента. Ну, это гигиена полости рта. Гигиену начинаем с первого прорезавшегося зуба. Как только зуб прорезался, его сразу надо чистить. Вот это специальные напальчники с щеточками, и вот этот зубик, вновь прорезавшийся, надо чистить, изначально чистить. И все зубы, как только появляется первый зубик, следующий, следующий, все это надо чистить. И понятно, что детям чистят зубы родители. Поэтому, если смотришь в рот ребенку, то понимаешь, насколько родители уделяли внимание и как вовремя они уделяли внимание. Не забывайте, что личный пример лучше всяких слов и доводов. В семье, где чистят зубы родители, правила гигиены осваивает и малыш. К двум годам подарите ребенку детскую зубную щетку, а сам процесс чистки превратите для малыша в интересную игру, советуют стоматологи. Главное – играть по правилам. Ну, в принципе, ты молодец. Все правильно. И вот здесь. То есть, ты понимаешь, что ли стену надо чистить, да? Первое правило – это от красного к белому чистить. Начинаем вот с этой поверхности, последний зуб, вот эту поверхность очищаем и по сегментам вот таким образом чистим, очищаем все поверхности. Вот так, обязательно эту поверхность и пошли на эту сторону очищаем. Вот красного к белому. Аналогичные действия проводим и с нижней челюстью, и заключительный этап гигиены полости рта. Мы закрываем рот, можно уже захватом всей десны, так вот по спирали, и зубной рядом. Вот это чистка. Но кроме того, что мы чистим щеткой, нам еще надо чистить боковые поверхности зубов. Это хвостик, так называем. Регулярное использование средств гигиены полости рта – залог здоровья зубов малышам. Норма содержания фтора в пассе, состав ополаскивателя и жесткость щетины – все это по рекомендации врача-стоматолога. Очень важно раз в полгода приводить свое чадо на профилактический осмотр, даже если, по вашему мнению, зубы здоровы. Во-первых, начальные формы кариеса протекают бессимптомно, а кариозные полости локализируются в местах, не видных обычному глазу. Родители не всегда могут отследить, когда зуб пролезлся, чтобы вовремя запечатать весуру. Могут кариесы развиваться на боковых поверхностях, на проксимальных. Родители сразу это не увидят, поэтому посещение стоматолога обязательно. Ребенка необходимо готовить к посещению стоматолога. Воздерживаться от разговора в его присутствии о страхе и боли, которые можно испытать при посещении врача. Тогда ребенок, у которого никогда не болели зубы, спокойно сядет в кресло и не будет сопротивляться лечению. Вначале мы договариваемся, все объясняем, показываем. У нас бабочка живет, которая нам помогает лечить зубы. Ну так, больше уговорено. Детский стоматолог Ольга Страх отмечает, сегодня все меньше детей приходят на прием с запущенными формами болезней полости рта. Все дело в сознательности взрослых. Фессуры у многих детей запечатаны, хорошие пломбочки, качественная чистка, гигиена. Сейчас лучше стало. Здоровые зубы – это не только красивая улыбка на лице ребенка. Это правильная речь и здоровье всего организма. Приучайте своего ребенка к здоровому образу жизни с раннего возраста. Кровь, мозг, сосуды, сердце, пищевод, печень. Желудок, кишечник. Алкоголь убивает все. Остановись и скажи «нет». Это твоя жизнь. Только от вас, дорогие родители, зависит, насколько белоснежной и здоровой будет улыбка у ваших детей, причем на протяжении всей жизни. Не поленитесь, найдите время для посещения детского стоматолога и прививайте правила здорового образа жизни. Далее узнаем, как вода используется с лечебной и профилактической целью. Еще Гиппократ утверждал, что водные процедуры часто помогают в тех случаях, когда все другое уже помогать перестало. Но речь идет не о простом купании, а о гидротерапии. Ее оздоравливающий эффект был подтвержден несколько столетий назад. Сейчас гидротерапия – один из главных методов, составляющих физиотерапию. Он основан на воздействии термического, механического и химического факторов на процессы организма. Наиболее характерный из процессов – рефлекторная реакция кровеносных сосудов. Расширяясь или сужаясь, кровеносные сосуды самым активным образом влияют на распределение и движение крови в организме, а значит, способствуют обмену веществ, создают условия для скорейшего очищения организма и снимают воспаление. Сюда входят у нас ванны. Ванны есть жемчужные, есть ванны вихревые, души, душ циркулярный, душ шарко. И есть специальная ванна, где делается подводный душ-массаж. Кроме того, в больнице есть бассейн, где также больные пациенты могут поплавать. Показания. Какие показания? Ну, конечно, сами водные процедуры, они, в общем-то, широко распространены в физиотерапии, в реабилитации больных. Почему? Потому что, ну, сами уже водные процедуры, они имеют мощный такой иммуностимулирующий эффект. Использование воды в лечебных целях разнообразно и может применяться как в виде льда, так в виде жидкости или пара. Вода может снимать симптомы многочисленных инфекций, острые хронические боли, помогать при болезнях системы кровообращения. Один из видов воздействия воды на организм – наружная гидротерапия. Например, душ-массаж или жемчужные ванны. Что такое подводный душ-массаж? То есть он сочетает в себе и функцию тепловой процедуры, да, и функцию массажа. Поэтому здесь идет и вазотонирующее действие, так сказать, и рефлекторное действие, то есть это в комплексе. Широко он применяется при различных заболеваниях опорно-двигательной системы, артритах, артрозах, при поражении периферических нервов, при органических поражениях центральной нервной системы, где имеются какие-то порезы, параличи, применяется при нарушении обмена веществ, заболевания с обменом веществ. Что касается жемчужных ванн, очень хорошо, так сказать, применяется, поскольку вот эта самая жемчужная ванна, она представляет такой пузырьковый массаж, когда пузырьки воздуха воздействуют на кожу, такой рефлекторный эффект происходит, и расслабляющий. Поэтому мы их применяем при начальной стадии гипертонической болезни, первой стадии, при различных каких-то заболеваниях вегетативной нервной системы, при даже, в общем-то, при невротических состояниях, неврозах, переутомлении, стрессах. Вот. Что касается, например, душа Шарко, там, ну, более интенсивный, так, напор, когда дается, так сказать, массаж, он более, так сказать, применяется для, ну, активации, скажем, так сказать, иммунных сил, больше идет, так сказать, воздействие на кожу. Водоречение особенно показано пациентам с заболеваниями опорно-двигательной системы. В всех случаях, когда противопоказано оперативное лечение. У меня вопросы болезни позвоночника, вот, и после аварии, которую я попала, приходится время от времени, вот, выравнивать позвоночник, и для того, чтобы, вот, отошли боли, как раз именно водные процедуры, они приносят от лечения самопорно-двигательной. Жемчужные или кислородные зачастую назначаются и при нарушениях осанки, они снимают болевые ощущения и ревматические синдромы в спине. Врач назначил мне процедуры в жемчужные ванны, посещаю уже второй раз, проблема с поясницей, с позвоночником, после второго раза уже стал даже гораздо лучше себя ощущать. Еще один вид воздействия водных процедур – внутренняя гидротерапия. Состоит из приема воды внутрь в качестве чистящего средства, выводящего шлаки из организма. Главная цель – стимулировать иммунную систему организма или провести его детоксикацию, меняя температуру тела. Но, несмотря на кажущуюся простоту и безопасность процедур, у водолечения, как и у любого другого метода, есть противопоказания. Конечно, нельзя принимать это при беременности, при инфекционных заболеваниях, при острых каких-то сердечно-сосудистых, естественно, заболеваниях, когда идет декомпенсация сердечно-сосудистой системы, инфарктах, в остром периоде, стенокардии. Противопоказано при злокачественных опулях, доброкачественных опулях, особенно если касается у женщин, какие-то фибромиомы матки, тоже нежелательные эти водные процедуры. Заболевания крови. Ну, в принципе, вот это основное. Понятно, что при повышенной температуре, вот, там при, ну, я говорил уже про инфекционные заболевания, там, туберкулезе. Ну, еще есть ряд показаний узких, которые там уже можно, так сказать, врач уже при посещении, так сказать, или консультации, он уже разъяснит. В любом случае, как показания, так и противопоказания к водолечению окончательно определяются исключительно лечащим врачом, строго индивидуально, в зависимости от клинической ситуации и особенностей организма. Однако для всех видов гидротерапии действует единое правило. После процедуры нужно отдохнуть и расслабиться. Пиво от 3 до 18 процентов спирта. Слабоалкогольное? Пивной алкоголизм. Интоксикация. Психические расстройства. Гормональные нарушения. Гастрит. Цирроз. Гепатит. Миокардиодистрофия. И это далеко не все последствия чрезмерного потребления так называемых слабоалкогольных напитков. Вы все еще верите, что пиво безвредно? Куда ты это так нарядилась? Ты что, не видишь? На свидание ползу. Вот глупая какая. Вода, несомненно, обладает волшебной силой, способной изменить нас и изнутри, и внешне. Вот только использовать эту силу надо разумно. Смотрите нас на теркобрест.бай. Будьте здоровы и счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok